Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. Проблемная Олимпиада мог подозревать лыжника Никиту Хрюкова в нарушении антидопинговых правил. Главный документ страны сегодня в России отмечают День Конституции. Итоги спортивного года имена лучших спортсменов Якутии озвучат 22 декабря. Международный Олимпийский комитет подозревает лыжника Никиту Хрюкова в нарушении антидопинговых правил. Под подозрение в употреблении допинга также попали Александр Бессмертных и Наталья Матвеева. Их дела рассмотрит комиссия МОК под руководством Дениса Освальда. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крякин. Ранее МОК по итогам расследования комиссии Освальда пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх нескольких российских лыжников, а также аннулировал их результаты на играх 2014 года. Напомним, что Никита Хрюков в составе сборной России представляет Якутию. Да, действительно, вчера получил СМС от президента Федерации лыжных гонок Елена Валерьевна Вяльбе, которая написала, что 20 декабря пройдет слушание о глазании у комиссии Освальда. Ну, как вы знаете, все эти слушания проходили для наших спортсменов с одинаковым итогом. Они давали последнее слово, так сказать, высказаться и далее объявляли приговор. Никому еще из тех, кто приезжал к нему на слушание, оправдательного там какого-то вердикта не вынесли. Поэтому 20-го числа, я думаю, такое же решение вынесут по мне и по Матвею, по бессмертных, так же, наверное, как и остальных ребят от страны, пожизненно от Олимпийских игр. Ну, осознавая это, конечно, нахожусь в небольшом шоке, потому что не понимаю за что, ни в каких манипуляциях с пробами я не участвовал. Будем все-таки ждать решения 20-го числа. Надеюсь, потом с адвокатами, с юристами быстро подойдем в апелляцию в гражданский суд. И до Олимпиады в Корее, надеюсь, все пройдет, закончится мое дело и все-таки еще есть шанс поехать туда. Между тем, Олимпийский комитет России поддержит российских спортсменов, которые захотят участвовать на Олимпийских играх в Пкинчане под нейтральным флагом. Организация также окажет помощь тем, кто откажется выступать или не получит приглашение. Соответствующее решение приняли на Олимпийском собрании, которое прошло сегодня в Москве. К другим темам в России сегодня отмечают День Конституции, самого важного документа страны. Фактически это свод правил и законов, на которых опирается вся законодательная база, строй и управление государством. В России история суверенной Конституции имеет сложный и интересный путь. Более подробно об этом в ней, как Якутия отметила праздник, в следующем материале. Основной закон был принят на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие свыше 58 миллионов россиян. За принятие проголосовало 58,4% избирателей. Для всего народа возрожденной страны принятие Конституции стало значимым событием. Об этом в своем выступлении на торжественном заседании общественности отметил глава субъекта. Сегодня именно благодаря этой Конституции субъекта Российской Федерации имеет полное право пролисовать в социально-молитическом развитии. Его перспективы, господинания и так далее. Такой возможности принять этой Конституции субъекта Российской Федерации не было. Главный документ закрепил принципы современной государственности, определил полномочия ветвей власти, гарантировал права и свободы граждан. Суть и смысл государства заключается в том, чтобы обеспечивать и защищать права человека. Поэтому объяснить, что такое ценность довольно трудно, но, видимо, нам придется понять, что сами права человека, они являются ценностью. Сейчас многие обсуждают Конституцию страны, при том многие выделяют именно права гражданина. Отметим, что по правам и обязанностям отведено свыше 50 статей в основном законе. И обязанности, как и права человека, понятия взаимосвязанные. В работе второй Конституции особо подчеркнуто, что права и свободы человека. Так же, как у любого человека, который имеет права, у него есть определенные обязанности. Это служить отчизне, добросовестно относиться к своим обязанностям, быть вежливым, культурным, быть законопослушным. И я считаю, что права и обязанности взаимосвязаны. Так как без прав не будет обязанностей, без обязанностей не будет прав. Несмотря на развитость современных информационных технологий, сегодня в стране остается актуальной проблема слабой правовой неинформированности и правовой безграмотности молодежи. Поэтому в последние годы в республике на это уделяется особое внимание. Сейчас, конечно, правовое образование стало лучше, то есть молодежь стала больше знать свои права, изучать законы. И если сравнивать, например, молодежь или более старшее поколение, то радует то, что молодежь все больше стала изучать, что более просвещенная стала. 9 декабря у нас в России впервые проводился всероссийский юридический диктант. И мы в республике Саха-Якутия сумели организовать 330 площадок. И по итогам, которые подведены Ассоциации юристов России, после Саратовской области республика Саха-Якутия заняла почетное второе место. Вот почему это является подтверждением того, что мы активно реализуем концепцию повышения правовой культуры населения, подписанной главой республики Саха-Якутия. И все наши органы государственной власти, законодательные, исполнительные, наши министры, наши народные депутаты активно участвуют в этой работе, потому что мы все понимаем, что право знать должны не только юристы, но и каждый образованный культурный человек. В вопросе об эффективности настоящей Конституции 48% опрошенных ответили, что главный документ страны гарантирует права и свободы человека. Большинство граждан России в целом знакомы с одержанием высшего свода законов государства. Об этом заявили 72% респондентов опроса в СИОМ. Александра Хлопкова, Екатерина Амосова, Иван Семенов, МВК Саха, Якутия. Между тем, в честь праздника студенты Якутской сельхозакадемии присоединились к всероссийскому флэшмобу «Это мой дом». В столице республики учащиеся, проживающие в общежитии, одновременно включили и выключили свет в своих комнатах таким образом, чтобы из светящихся окон общежития сложилось слово «Россия». В этом году 90 лет исполняется и Энгринской средней общеобразовательной школе. Сегодня она является передовой в системе образования на родном языке коренных малочисленных народов в Якутии. Подробнее о ней расскажут наши корреспонденты. Село Енгринском районе является одним из мест, где сохранены самобытная культура и язык эвенков. В системе образования родного языка коренных малочисленных народов по республике среднеобразовательная школа села Енгринска является передовой. Началась история школы в далеком 1927 году. Учреждению присвоено имя исследовательницы Глафира Василевич. Она прекрасно владела эвенкийским языком, была всегда добра и внимательна к людям. С таким же отношением к своим воспитанникам коллектив школы работает по сей день. Я люблю учителей всей школы. Они самые хорошие и добрые. За 90-летнее существование школы в ней проходили экспериментальные работы по национально-региональному компоненту в обучении, воспитании и развитии детей. Благодаря этому выросла целая плеяда учителей эвенкийского языка и национальной культуры. Ветеран педагогического труда Татьяна Прокопьевна проработала в школе более 40 лет. Душой и сердцем с ней и по сей день. Всех учителей, всех директоров, которые у нас работали. Я вот в сошкольном скамье помню, потом вместе с ними работали. И у меня остались о них очень теплые воспоминания. На праздничном торжестве школу-юбиляршу поздравили и наградили власти и почетные гости района. Они высоко отметили творческий дух коллектива, открытость и раскрепощенность детей, прекрасную современную школу. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, НВК Саха, Нерюнгре. Школьники защитили свои бизнес-проекты на Республиканской Олимпиаде предпринимателей. Соревнования по бизнесу среди молодежи проводят только в Якутии. В этом году Олимпиада собрала 100 лучших авторов проектов в седьмой раз. Наличие учебного пособия по ведению своего бизнеса позволяет обучать старшеклассников половины школ Республики по дисциплине предпринимательства. К тому же в регионе уже есть школьники, которые ведут свой собственный бизнес. Вообще надо сказать, что Министерством инвестиционного развития и предпринимательства нашей Республики реализуется очень широкомасштабно большой проект «Федеральный ты предприниматель». Вот в частности сегодня у нас финальный конгресс этой программы «Ты предприниматель» и Олимпиада для молодежи. То есть любой желающий из школ города Якутска, средних учебных специальных заведений, высших может попробовать свои силы и представить свой проект. В Санкт-Петербурге завершились Дни Якутии. Они стартовали 6 декабря. Обширная программа позволила гостям и жителям Семерной столицы познакомиться с историей, культурой и перспективами развития региона. На разных площадках города прошли презентации и выставки. В Ленфильме показали фильм «Его дочь». Заключительное мероприятие Дни Якутии прошло в концертном зале Мариинского театра. Симфонический оркестр филармонии Якутии «Симфоника Арктика» представил слушателям крупные произведения классиков. 15 спортсменов Якутии претендуют на звание лучшего по итогам уходящего года. Сегодня прошло тайное голосование комиссии Министерства спорта по определению лауреатов конкурса «10 лучших спортсменов года» по олимпийским и неолимпийским видам спорта. В первый топ выдвинули 15, а во второй рейтинг среди спортсменов с инвалидностью попали 24 спортсмена. Также комиссия выбрала лучших федерацию, главу, спорторганизатора и тренеров. Кроме этого, своих лауреатов назовут Ассоциация Сахада Спорт и Общество Урожай. Традиционное подведение итогов спортивного года пройдет 22 декабря в Центре спортивной подготовки «Триумф». Таким и запомним уходящий день. О том, что будет дальше, как всегда, расскажет Якутия. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok